Коллеги, всем привет. Меня зовут Варя, я Digital Marketing Manager Xiaomi. Сегодня мы вместе с коллегами Ксенией из Данхамби и Ильей расскажем об успешной компании, которую мы реализовали вместе. Цель данной компании у нас, перед нами стояло, это увеличение знания бренда DNS как основного канала продаж бренда Xiaomi, а также увеличение продаж конкретных моделей, таких как Redmi S2 и Redmi 5 и привлечение трафика на нашу платформу в преддверии новой продукции на нашей платформе. Исходя из потребностей клиента, разрабатывалась своя стратегия поведения. Основной целью изначально было привлечение аудитории на сайт магазина DNS, целью увеличения продаж смартфонов. При покупке одного получаешь второй подарок. И здесь подбирался ряд каналов, которые наиболее подходили под потребности клиента. В первую очередь это общепринятые Яндекс и Гугл поисковые системы, которые в первую очередь направлены на привлечение продаж за счет того, что мы привлекаем горячий спрос пользователей, которые ищут тот или иной смартфон. В данном случае это было Redmi S2. И также подбирались смартфоны конкурентов в данном ценовом диапазоне. Вторая цель была привлечение узнаваемости о том, что данная акция проходила в магазинах. Для этого были подобраны площадки медийного характера. Это тоже самое Яндекс и Гугл, их медийные площадки. Различные социальные сети, наиболее популярные это ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Таргет Мэйл. И в том числе инструмент Socialmatic. Также инструмент Socialmatic у нас работал как инструмент для возврата аудитории на сайт и в целях увеличения продаж. За счет того, что данный канал медийный и позволяет охватывать большое количество пользователей, удалось добиться значительных показателей. Но данные показатели оказались намного интереснее, чем это получилось добиться с того же Яндекса и Гугла и социальных сетей. Об этом чуть дальше. Для рекламы разрабатывались различные креативы. Так как акция проходила в преддверии 1 сентября, у нас были также креативы на привлечение пользователей, родителей с молодыми детьми, которые могли купить себе телефон и второй телефон отдать ребенку в школу в подарок. Соответственно, разрабатывались баннеры и примеры креативов можно заметить здесь на экране. И небольшая выжимка по показателям. Как я говорил, показатели, которые мы ожидали от Socialmatic оказались немножко интересны. Здесь я показываю показатели лояльности по тому, как это было. Если обратить внимание, как мы привыкли видеть, система поисковая, как правило, обладает наиболее лучшими показателями относительно всего. Потому что человек переходит на сайт по своей актуальной потребности и уже собирается смотреть, приобретать тот или иной товар. Но если посмотреть общие показатели лояльности, то увидим, что показатели Socialmatic, планы показателей отказов и времени посещения на сайте в разы выше, чем это было по другим каналам. Также здесь представлена диаграмма по количеству продаж. О более точном количестве продаж мы уже скажем отдельно, расскажет Ксения. Но если посмотреть на график, процент продаж смартфонов к Xiaomi с данной Socialmatic составили наибольшую часть из этого всего списка. Что для нас оказалось немножко поразительным. О том, как работал уже инструмент, я думаю, расскажет моя коллега Ксения. Спасибо, Илья. Я расскажу про то, как сработал наиболее активный канал, как сработала компания для Xiaomi на данных с магазина DNS. Прежде чем я начну, у меня есть вопрос к залу. Кто знает компанию Dunhambe? Кто слышал про нас? Отлично, я ожидала, что будет меньше рук. Для тех, кто не знает. Компания Dunhambe – это компания английская. Уже 20 лет мы занимаемся консалтингом в сфере больших данных для крупных ритейлеров. Некоторое время назад компания решила развивать отдельный медиабизнес и разработать рекламные продукты для крупных ритейлеров на базе их экосистемы. В 2014 году компания купила платформу США Mantech и с ее помощью реализует различные компании, в том числе Digital. Перейдем к нашему кейсу. Компания на данных Xiaomi, на данных DNS Shop. Отмечу здесь важный момент, что для тех, кто, может быть, не знает, DNS является крупнейшим ритейлером, онлайн-ретейлером в России. Входит тройку, трех по обороту ежегодному. И, кроме того, они занимают лидирующие позиции в своем сегменте, приезжая в видео по посещаемости Эльдорадо. С коллегами из DNS у нас есть прямая интеграция, позволяющая нам видеть их трафик, их аудиторию, чем интересуются их пользователи. То есть мы полностью прямо с ними работаем на этой стороне. Как работала сама механика? Совместно с коллегами мы решили, что для нас целевым сегментом являются люди, которые смотрят смартфоны. Логично. Люди попадали на сайт DNS из разных каналов, смотрели смартфоны, выбирали себе новый телефон, но покидали сайт, не совершив покупку. Этих людей мы сегментировали и далее искали их в интернете, показывая ингредиции в Xiaomi о том, что на DNS планируется интересная акция. При клике люди попадали на сайт DNS на промо-страницу Xiaomi с описанием акций и перечнем телефонов в ней участвующих. В силу того, что у нас не было четкого соцдема, нам не важно было, покупают телефон люди себе, своей девушке или своим детям, мы использовали общие креативы, красивый баннер, яркий, призывающий людей ознакомиться с акцией, о том, что будет акция со вторым телефоном в подарок. Перейдем к цифрам, мне кажется, самая интересная часть кейса. Компания длилась шесть дней. Мы решили анонсировать акцию чуть раньше, чем была сама акция на сайте, чтобы привлечь интерес людей и заранее сказать им, что, ребят, не покупайте телефон сейчас, купите его чуть позже, потому что вот клевая акция. У нас был небольшой тестовый бюджет, потому что это был наш первый кейс с клиентом и этим ритейлером, и лучше начать с небольшого, потом масштабировать. В рамках компании у нас было охвачено порядка 250 тысяч уникальных пользователей, и это именно те люди, кто были на сайте DNS и собирались купить смартфон. Стоимость контакта с одним уником составила порядка 60 копеек, что мы считаем достаточно эффективным, учитывая, какая это целевая аудитория, какая она важна для бренда. И, собственно, данные по продажам. Как уже сказал Илья, наш канал в разрезе всех каналов, что использовались для привлечения информации об акции, дал наибольшее число продаж. На своей стороне мы видим два типа продаж. Продажи после клика в течение двух дней, продажи после просмотра в течение двух дней и продажи после клика. В силу того, что у нас интеграция прямая с DNS, мы видим все данные real-time, все в системе, и мы не ждем выгрузок, и не ждем сверху с ритейлером. В силу того, что мы видим всю информацию у себя сразу, мы видим всю цепочку конверсии от просмотра, времени, даты, клика до самой транзакции, и видим полностью ее детализацию. То есть какая была сумма чека, из чего стала транзакция, что позволяет нам выявить именно продажи по целевым продуктам. Суммарно за три дня акции было продано порядка 600 смартфонов, на суммарный оборот порядка 8 миллионов рублей. Доля рекламных инвестиций составила 3%, что мы считаем тоже здорово, что компания окупилась для бренда. Также важный момент, когда мы общаемся в целом с брендами, предлагаем им такие компании, есть некие опасения, что компания может субсидировать продажи других брендов. Грубо говоря, мы показываем баннер Xiaomi, люди кликают, но покупают другой бренд. Да, такая вероятность есть, потому что мы не можем влиять напрямую на выбор человека. Если он лояльен бренду какому-то другому, то он может купить его, его право. Но если компания правильно настроит вратить таргетинга, использовать правильные креативы, использовать правильный месседж, делать нечто такую изюминку, использовать, как это было в кейсе с Xiaomi, то этот риск нивелируется, и как в случае было с коллегами, 9 и 10 смартфонов, которые были проданы компании, были брендами Xiaomi. Поэтому мы считаем, что компания прошла эффективно, и я так понимаю, что Варя с нами согласна. Да, мы довольны результатами компании, и планируем продолжать работать в этом направлении, продолжать работать с ритейлерами и с данными ритейлерами, потому что, как цифры показывают, это реально эффективно влияет на бизнес, несмотря даже на то, что кейс довольно маленький по объемам и по бюджету, но мы верим в его, скажем так, перспективности. Спасибо.